Вы же живой человек, правда? Вы думаете, что я живой человек, потому что некоторые думают, что я биоробот, и что я могу всё, и что я всесильная. Но иногда бывают дни, когда просто... Вот я сегодня проснулась и еле ползаю по квартире. Так, ну что, давайте, задавайте мне вопросы. Я вот в такой вот прическе какой-то странной, ну вот как проснулась. Видите, на мне Машке Ефросининой пижамка, Маш... Маш-маш, Маш-маш-маш-маш. Я её очень люблю. И, кстати, если ты меня смотришь, дорогая Маруся, тебе большое спасибо. Так, рассказайте интересное про пин. Что такое пин? Пин-код? Я не могу вам сдать свой пин. Вы что? Так, я тоже ждала тренировку. Так, ну прекратите! Вы меня вгоняете в краску, и во мне вызываете чувство вины. Я не могу сегодня заниматься. Всё, у меня был животик. Так, не требую себя взмушивать. Хорошая прическа. Ну давайте, задавайте вопросы, ребята, какие-нибудь. Я же вот вас читаю. Какой-то вопрос. Так, когда фото для мужчин в ленту? Когда потренируюсь хорошенько и буду для этого готова? Где ты сейчас? Я в своей киевской квартире. А вы беременны? Нет, слава богу. Так, выходной, тренировку. Специально выходной для тренировки. Так. Ну, как Алиса и Маша? Алиса и Маша хорошо. Они на онлайне учатся. Не знаю, что это будет. Так. Чекала тренировку. Что, прям чекали? Ну что, ну давайте я проведу тренировку, но позже. Ну, сейчас не могу. Так. Займаетесь вокалом часто, чем самостоятельно, чем вокалистом-вчетелем. Уже очень давно с вчетелем не займалась. Занимаюсь самостоятельно. Распеваюсь. Записываю песни. Я, кстати, записала офигезную новую песню. Не знаю, можно ли сдать ее название. Ну, да, верно, сдам. Называется «Взрослая девочка». Поскольку я девочка взрослая, и всем взрослым девочкам посвящается. Так. Привет. Ваше любимое блюдо. Я вообще люблю пожрать. Поэтому у меня вновь песни. Ну, два песня вот-вот. Скоро выйдет. Будем снимать совсем скоро клип на нее. И в конце, наверное, апреля, начало мая уже будет новая песня, которая называется «Взрослая девочка». Она для всех ваших вечеринок и дискотек будет забойнейший летний трек. Так. Хорошо. Так. Представляете. Вот так. Что бы вы себе посоветовали в 18 лет? Ничего не бояться. Идти вперед за своей мечтой. Если есть мечта, даже она самая сумасшедшая, вам кажется, что вот, ну, как может это сбыться? А оно сможет сбыться. Поэтому вот ни о чем, ни себя не ограничивать, не считать, что я слишком маленькая для этого, не умная, не талантливая, не пробивная. Просто делать то, что делается, будет что будет, а будет хорошо. Не бояться. Так. Будет ли, как раньше, игра «Правда или действие»? Не будет, потому что закончились звезды в стране, ребята. У нас же с этим проблема. У нас всего 10 звезд. Поэтому очень тяжело скинуть. Я уже со всеми поиграла. Как сдерживать себя в еде? Мне очень сложно. Пить. Пить много жидкости. Заниматься спортом. Вы сделали ремонт в квартире после весеннего потопа. Пока еще не сделала, но собираюсь делать крышу. Сама буду делать крышу. Государства, ничего не дождешься. И вы же знаете, что спасение утопающих в нашей стране – это дело рук самих утопающих. Поэтому буду делать крышу. Так, 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 что… Сейчас читаю. Так, с простыми людьми делай. А, смысл? Вам же интересно, чтобы звезда разбивала себе об голову яйцо. Ну, как разобьет какая-нибудь прекрасная Таня из Текиева. Да разве это интересно? Ну, это интересно, конечно, играть между собой. Но вы же должны знать человека. В этом прикол. И они должны рассказывать… Обычные люди, они не такие откровенные на камеру. Вы же понимаете, что это… Ну, артист должен быть. И степень откровенности должна быть. И нам интересны факты из их жизни. А с простыми людьми… Это между собой можно играть. Вот вы можете играть в правду или действие между своими друзьями. Когда вы знаете друг друга. Когда вам интересно задавать какие-то вопросы, узнавать правду. А если люди незнакомые для вас в эфире, это будет просто неинтересно. Эта игра играется только с людьми, которых вы знаете. Поэтому в этом был прикол, чтобы это были медийные лица. Вам бы было тогда интересно это наблюдать. А ты дружишь с Дорофеевой? Дора-фе-евой! Я со всеми дружу. Так. Так. Тебе нравилось быть на маске шоу? Роскошное шоу. Оно будет опять выходить. Мы будем снимать его. И осенью будет. Так. Выходили на каву с Ногсорогом после проекта? Ну, естественно, что нет. Но какая кава? Я замежная женщина. Молодец, умничка. Чем мажете лицо? Какой фирмы крем? Ой, шо я только на него не мажу, на это лицо. Обязательно приходите ко мне в бьюти эфир. И будем разговаривать с вами по уходам. Буду показывать пилинги, которыми я пользуюсь. Буду показывать крема, которыми я пользуюсь. Буду рассказывать вам, шо, зачем. Потому что я на этом собаку съела. Я считаю, что я классно выгляжу. У меня наконец-то кожа в идеальном просто состоянии. Вы видите, я вот сейчас с утра проснулась. У меня нет ни капли макияжа. И при этом я выгляжу очень неплохо. Так. Будут прямые эфиры, именно бьюти. И буду там все вам рассказывать по уходу. Какие обязательно средства. Ничем нельзя, как без ничего нельзя выходить на улицу. Так. Яким бы колером красота волосся. Это нужно спрашивать у моего мастера Алексея Андерсона. Он есть в Инстаграме. Можете подписаться. Он там как-то смешивает. Сейчас у меня классный тоже цвет волос. Мне очень нравится. Такой, видите, у корня глубокий. А здесь светленький. Но при этом не перепаленный беленький, как был раньше. А такой соломенный. Очень натурально выглядит. Так. Окей. Что еще? Так. Здравствуйте. Вы водите авто? Я очень хорошо водила машину. Классно ездила. Была шумахером. Могла запарковаться задом в любую дырку. Но уже 10 лет я езжу с водителем. Потому что это удобно. Не люблю сейчас водить машину. Так. Самое яркое воспоминание вашего детства. Я высела на горихи вниз головой. Зацепилась ногой за ветку и орала. Бабушка! И моей бабушке, наверное, было 50 с чем-то лет. Бабушка в один прыжок перепрыгнула через забор и сняла меня с дерева. Чем спасла мою голову от очередного сотрясения мозга. А у меня сотрясений мозга было в детстве несколько. Неудивительно, правда? Так. А что там с Данилко? С Данилко. Та же можно храта. Я приглашала. Я приглашала Андрюшу в правду или действие. Не согласился ни под каким предлогом. Всегда ли вы питаетесь правильно? Не, я себе позволяю. Вредности, конечно. Я же живой человек. Вот как сегодня я позволила себе не тренироваться. Точно так же я иногда заезжаю в фастфуд по дороге. Там, когда куда-то еду. Особенно, когда в гастролях. Мне кажется, что если гастроли, так я же очень встаю. И мне можно всякого говенца поесть. Поэтому, конечно же, я позволяю. Но у меня всегда есть дедлайн. Это, допустим, клип или съемка. И мне, допустим, нужно прийти в форму. Поэтому я тогда на это время сажусь на жесткую диету. Начинаю заниматься. И быстро прихожу в форму. Так. Челку можно сделать гуще. Так будет интересно, Сарочка. Нет, ребята, уже гуще некуда. У меня это полголовы выстрижено. Так. И вы знаете, чем легче челка, тем моложе вид. Потому что когда очень густая челка, вот тут много объема. Это утяжеляет образ. Так. Приезжайте в Тернополь. Ну, конечно, приеду. Так. Відповідати, а не уникати. Адже вы выходите у эфир. Выходите, чтобы відповідати на них. А не... А че? Я отвечаю на все вопросы. Что за проблема? Так. Пасхи будьте безпеч. Обязательно. Яка в мене вага? Боже, ну у меня сейчас много. У меня сейчас много. У меня сейчас... Много. Короче, у меня сейчас на 5 больше, чем надо мне. У меня большой рост. Поэтому мой вес может вас испугать. Если девочка с метра 60 будет весить, как я, она будет просто огромной. Но поскольку у меня метр 80 рост, то 70 килошечек, то для меня не дуже забагато. Хотя мне надо, конечно, 66-67 кг. Это мой хороший вес, идеальный. Какая ваша диета быстрого похудения? Минимум углеводов, много зеленой зелени, овощей, несладких фруктов, мяса, рыба. Все остальное исключается. Мама, мама, что моя девочка, что моя хорошая? Пишет мне Маша Полякова. Что? Я вижу тебя. Пиши вопрос. Так. Ну, что? Машулик в эфире. Когда в Польшу на гастроли? Еще вот столько мы посидим без работы, и я поеду в Польшу на клубнику собирать, а не на гастроли. Так. Добав мане. А что вы будете, я буду с вами работать, вот в этом эфире, когда вы мне… Так, прекрасный вес, красотка. Так, спасибо большое. И что? Ну, что пишешь? Мама, вот ты написала, мама, мама, мама. И что? Я жду от тебя вопроса. Маша, есть ли у вас личные астрологи, верите ли вы в гастролоскопы? Ну, нет, не верю. Не то, чтобы не верю, никогда не пользовалась, никогда не интересовалась этим вопросом. Мне кажется, это и наука неточной. Так, меня добавь. А, ты хочешь в эфир? Добавим Машку в эфир? Ну, хорошо. Так, подожди. Давай добавим Машу в эфир. Так, вот она. Хорошо. Моя Маруська будет в эфире, моя Маруська. Она на заимке. А я в киевской квартире, потому что у меня вчера была съемка очень интересного проекта. И завтра опять эта съемка, поэтому я не уехала на заимку. Ну, что, я отправила тебя, Маша. Маш. О, уже все, уже пошла десь. Так. Маш, так я тебе отправила, Маша. Я отправила тебе. Прийми запрос. Ну, короче, давай, пока Маша еще не в эфире, губы робила. Не робила я губы никогда. Что, у меня губы великие, чи что? Так. Ремонт сделали? Нет еще. Ну, буду делать. Давай еще раз. Отмена. Так. Хорошо. Давай. Ну, и что? Кому вы отдаете вещи детей, которые уже малы? Ой, слушайте, у меня это все в каких-то... Ну, Маша, протри камеру. Камеру протри. Боже, ты же ей заслюнявила всю. Доброе утро, моя сладкая. Доброе утро. Половина у тебя вот от лица в темноте какой-то. Боже, ну зачем эти уродские фильтры? Ты такая красивая без них. Моя девочка, доброе утро. Ну, как ты? Что я? Я в 8.30 встала, учусь. А что ты не на онлайне сейчас? Что такое? Я не слышу. Что? Это окно. А, окно. Понятно. Окно. Ну, что ты, моя хорошая? Давай поиграем в правду или действие. Давай. Задам тебе вопрос. Давай. Маша, ты уже бросила курить? Да. А вот и неправда. Поэтому давай отжимайся от пола 10 раз. Ага. Маша, ну у тебя совсем нет связи, извините. Маша, не, ну это не работает. Маша, у тебя нет связи. Пожалуйста, наладь, наладь себе связь. Все, я тебя выкидываю из зефира. Так, ребята. Что вы пишете еще? Ужас пишет. Так. Две красотки в деле. Машулик. Ну и что? Не задаете вы никакие вопросы. Ребята. Короче. Иногда себе, сколько Маше лет? Ей 16 лет, Маруське. У ребенка перемена. Ох уж эта мама. Мама хочет, чтобы ребенок был занят 24 на 7. И чтобы у нее не было глупостей в голове никаких. Чтобы у нее не было на это времени. Чтобы она вот так вот прыгала с одного занятия в другой. И чтобы у нее даже не было возможности вдохнуть. Так. Еще раз ее. Нет. Она больше мне не дает эфира. Она решила, да ну ее нафиг эту маму. Сейчас сдать все секреты. Распотякает всем своим фоломерам. Все ее секретики. Поэтому она решила больше к нам не выходить. Сколько коштуешь реклама аккаунта? Я не знаю. Звертайтеся в мой СММ отдел. Но у меня есть к вам ценное предложение. Значит ребята. У кого есть свой маленький бизнес. Если с вашим бизнесом вы делаете нашу страну счастливее, красивее, вкуснее. Вы должны дать мне запрос в директ. И я бесплатно сделаю рекламу вашего бизнеса у себя в аккаунте. Дабы поддержать в карантин ваше производство. Допустим, если вы производите, я не знаю, сыры, творожки, молочку. Если вы вяжете свитера или макраме. Или, я не знаю, выкрашиваете, разукрашиваете горщики и продаете. Или вы делаете, я не знаю, дизайн чего-то там. Ну, короче, любой бизнес, который приносит пользу нашей стране, я в своем аккаунте сделаю для вас совершенно бесплатно. Буду делать это, допустим, раз в день. Буду брать какую-то компанию классную. Буду делать для вас. Следите за моим историей. Если я расскажу вам точную процедуру, как это будет делаться. Но я вот хочу для вас сделать такую вещь. Потому что надо. Потому что надо, чтобы мы все объединялись. И чтобы наши бизнесы во время этого карантина не подохли. Так. Все, ребята. Как называется ваша прическа? Черт и шо и сбоку бантик. Вот бантик. Так. Так, ну что, ребята. Машка уже убежала из эфира. Правильно сделала. Да, все, ее нету. Отлично. Ну все, ребята. Я, короче, пошла пить кофе. Я вас целую и люблю. И если у меня вдруг сегодня все сложится хорошо, я еще проведу и тренировочку. И сделайте ее в записи. Так. Как поднять задницу и начать заниматься спортом? Ну сегодня я вам в этом не советчик. Но вообще просто взять и заниматься и идти. Потому что никто задницу вместо вас не накачает. А если накачает, то это у него будет задница накачанная, а не у вас. Поэтому надо делать. Сейчас такая хорошая погода. Я уже, если честно, уже бы и... Наверное, я бы и позанималась. Сейчас выпью таблеточку. И не забывайте, что сегодня у нас вечером прямой эфир на очень интересную тему. Поэтому люблю вас целую.